Как вести себя с женщиной? Ну то есть, я уже говорил, что с мужчиной главное с его внешним психическим цилиндром не сталкиваться. Это означает, если у него есть какая-то идея, мнение, никогда не нужно с ним спорить. Это правильное поведение женщины, мудрых женщин. Глупая женщина всегда спорит, мудрая уступает и получает всегда то, что ей нужно в жизни. Глупая всегда не получает, потому что она спорит. Как же вести себя с женщиной? Правильное поведение. Всегда смирение это правильное поведение. Но есть смирение по-мужски по отношению к женщине, а есть смирение по-женски. То есть, смирение по-женски означает не спорить с мнением мужа. А смирение по-мужски означает принимать настроение жены. Вот, допустим, жена капризничает, не надо ее ставить на место. Говорит, что ты капризничаешь, хватит капризничать. Она капризничает, потому что она не может не капризничать. У женщины психика неуправляемая. То есть, ее эмоции, они, это же энергия любви, они зашкаливают. То у нее хорошее настроение. Никто же не спорит с этим. Женщина такая, ой, счастливая, обнимает, целует, ходит. Вот, никто с этим не спорит, да? Всем не нравится, когда у женщины плохое настроение. Но она как с хорошим настроением ничего не может сделать, так и она с плохим ничего не может сделать. Это у нее бесконтрольная вещь. И, кстати, оно меняется все. Вот сегодня с утра хорошая у женщины настроение, к вечеру уже плохое, так может быть. И ничего с этим не сделать. Вот у мужчины один одно и то же настроение. Он не понимает, что происходит вообще. Мы же все нормально было. Она сама не знает, что происходит. Не надо ее спрашивать. Настроение у женщины в результате планет меняется. То есть, это быстрый процесс. И поэтому мужчина должен просто принимать у женщины любое настроение. Это называется правильное отношение к женщине. Вот у нее плохое настроение, ничего страшного. Хорошее, отлично. Вот так надо женщины себя вести. И плохое настроение, мужчина, это означает, что ты будешь виноват. И это тоже надо принимать как игру. То есть, запомните, я вам сейчас одну мудрость скажу. Скорее всего, вы ее не примете сразу. Но если вы ее поймете со временем, то это будет чудо. В основном люди считают, что если любовь, то все это очень серьезно. И они пытаются серьезно обсуждать вопросы любви. Но на самом деле, запомните, любовь, это может быть и серьезно, и точно серьезно. Но отношение любви не надо строить серьезно. С близким человеком надо общаться, ну, не серьезно, а полушутя, чуть-чуть, игриво. Понимаете, это называется игра. Но при этом это все серьезно. Вот, допустим, муж подходит к жене, говорит, прости меня, пожалуйста. Вот я, допустим, подхожу к жене, говорю, прости меня, пожалуйста. Она говорит, не прощу, потому что ты на лекциях говоришь, что ты в это время не считаешь себя виноватым. Ну, это правда. Ну, то есть, я и сейчас не считаю себя виноватым, я подхожу к ней. И я ей говорю, а вот сегодня я считаю себя виноватым. И обманываю прям, это чистейшая ложь. Но в отношениях любви этой лжи нет. Понимаете, потому что отношение выше правды. Запомните, если вы правду считаете выше любви, ваша семья будет разрушена. Все скандалы в семье возникают только по одной причине, что вы правду свою считаете выше отношений. Поэтому вы портите отношения ради своей правды. А надо отказаться от своей правды ради отношений, и ваша правда вернется к вам. Сейчас объясню как. Вот смотрите, я же не, я всегда так всегда бывает, я просто экспериментирую много раз. Я тоже не хочу отказываться от своей правды, как все нормальные люди. Вот, допустим, мы с ней поссорились, и у ней своя правда, у меня своя. Но мы не сильно ссоримся, потому что я не допускаю. Ну, какое-то там трение произошло. Вот, я говорю, прости меня, пожалуйста, я не прав. Хотя не чувствую себя неправым, чего у меня, как бы, крыша перевернулась, что ли. Я все равно, какой был, такой остался. Я мужчина, у меня свое представление о жизни. Не женщина, не свое. Я говорю, прости меня, я не прав. Она, ну, повыпендривалась, как обычно. Типа, вот ты там считаешь, это ты обманываешь меня, ты считаешь, что любовь это игра, я тебя прощать не буду. Я говорю, да нет, я на самом деле так не считаю, все нормально. Ну, и она, допустим, меня прощает в какой-то момент. Сразу женщина прощать не может. Почему? Потому что так устроена и природа. Вот, но в какой-то момент она прощает. И в тот момент, когда она прощает, я начинаю понимать, в чем я не прав по отношению к ней. Правда всегда посередине находится. Она ни со стороны мужчины, ни со стороны женщины. Но только когда ты уступил, ты сможешь понять ее правду. И твоя правда при этом не перечеркивается, потому что, когда она увидела, что ты согласился, ты извинился, в этот момент она начинает чувствовать через совесть, в чем она виновата перед тобой. Понятно, и таким образом правда торжествует в обоих людях, если люди уступают. Хотя бы один человек уступает. Тот, кто должен уступать в отношении. Кто из вас будет уступать, я уже сказал, тот, кто пришел на лекцию. Если вы оба пришли на лекцию, уступать придется обоим, потому что вы оба мудрые, вы же вместе пришли на лекцию. Поэтому уступать придется обоим.